У меня 400 грамм филе свинины. Перец чили пополам. Семена удаляю в данном случае. Ну, если ты очень любишь острое, есть же такие люди, которые все любят острое, понимаешь, то можешь оставить немножечко семян или даже все. Но я не хочу, чтобы это было острое сегодня, поэтому я убираю все семена без исключения. Так. Четыре дольки чеснока. Можешь даже больше, если хочешь. Это тоже, знаешь, чеснок, перец, соль, мне кажется, это такие, настолько вкусовая вещь. Особенно, что касается, мы пытаемся сейчас с тобой изобразить как бы такую азиатскую кухню, а уж там-то чеснок, им с бактериями нужно бороться не только осенью и зимой, как у нас, а вообще круглый год, ты же понимаешь, что там творится. Четыре дольки чеснока, один красный перец чили без семян. Это еще не все. Имбирь. Имбирь нам нужен корешок размером с большой палец, то есть мы вот этот вот отрежем, почистим. В данном случае я чищу имбирь. И ты его можешь, если тебе лень натирать, абсолютно спокойно, с полным правом, я бы сказала, порезать его крупными кусочками, а я натру на мелкой терке, потому что мне нравится, когда в соусе он растворяется совершенно и все-таки он насыщенно присутствует, понимаешь. А крупные кусочки, кто-то может, ну, если есть такие, которые не любят имбирь, он кажется им слишком сильным на вкус, они его могут отвести в сторону, отнести, да, так, отодвинуть. Терка для имбиря. Так, чтобы не забыть, мята здесь у меня лежит. Вот, эти орехи называются кящей, знаешь, да. Вот такие вот хорошие орехи, не обжаренные, не соленые, они самые полезные, когда они просто очищенные. Сниму пока баклажаны с ковороды. А, вот видишь, посмотри, вот он так становится таким прозрачным, но не разваливается. Это вот то, к чему нужно стремиться. Чтобы он был проготовленный, этот еще может еще полежать, температуру ему дают, этот можно снять. Баклажаны остывают. А вот вок, наоборот, нужно разогреть. И вок нужно разогреть очень-очень сильно. Теперь свинину нарезаешь тонкими полосками. В принципе, в общем, кусочек свинины у тебя должен представлять шириной, толщиной, как бы как палец, понимаешь? Такие полосочки. Вот. Горит. Горит. Очень хорошо. Да, все прям готово. Это значит, что самое время добавлять сюда масло. Вот, ты знаешь, я буду добавлять масло, которое... Ореховое масло, масло из земляного ореха, арахисовое. У меня нет, к сожалению, масла кящую, но вот арахисовое масло тоже хорошо. Две-три столовые ложки. Нужно не пожалеть. Посмотри, как оно быстро нагревается. Вообще, арахисовое масло замечательная вещь для того, чтобы делать все фритюры. Оно очень хорошо. Так же хорошо, как и наше подсолнечное, в принципе. Так, знакомое нам. А чем арахисовое не наше? Тоже наше. Во! Оставляешь мясо здесь, да? Буквально на 2-3 минуты. Естественно, постоянно помешивая. Ну вот, посмотри. Как только мясо у тебя... Не надо его передерживать. Как только оно перестало быть вот розового такого, сырого цвета. Вот как раз этот самый момент, чтобы мясо снять. Это масло нам еще понадобится, чтобы делать соус к этому мясу. Теперь, что касается соуса. Все очень сильно измельчить. Перец. В данном случае чеснок не нужно крошить совсем-совсем мелко или натирать, потому что мне он, когда чеснок жарится в оке, он становится таким золотистым и хрустящим немножечко, понимаешь? При том, что внутри мягким остается, если ты его не очень тонко порежешь. И это как бы дополнительная интересная краска в соусе. Так, чеснок, перец. А вот имбирь, как я тебе уже сказала, натрем. Имбирь, во-первых, очень полезная вещь. Очень-очень чистит кровь. Потрясающе, серьезно. Имбирь, если ты с утра завариваешь кипятком ложку натертого имбиря, добавляешь туда чуть-чуть, ну вот, насколько ты себе можешь позволить, там, как ты, если не аллергична к меду, ну, от чайной ложки до, там, я не знаю, прям совсем капельку меда, и ты это выпиваешь. И самое главное, после этого час ничего больше не пить и не есть. И у тебя, ты просто чувствуешь, как у тебя силы появляются. Серьезно, потрясающе. Имбирь – это великая вещь. Как хрен у нас. Вот ведь хреном, речкой, русские тоже люди лечились в древности, понимаешь, тоже и микробов убивали, и кровь чистили. Вот то же самое имбирь. Так. Смотри, как только пошли пузырики, видишь, значит, подогрелось. Отправляем эту красоту сюда. И быстренько толчем в ступки орехи. Довольно мелко. Я им, конечно, ни в порошок, ни в пудру, ни в муку, но, в принципе, так, чтобы это было удобно. Прям орехов 100 грамм. На 400 грамм свинины 100 грамм орехов. Это еще не все. 2-3 столовые ложки соевого соуса и 2 столовые ложки рыбного соуса. Вот, знаешь, свинина со вкусом рыбы, знаменитое китайское блюдо. Но в данном случае просто рыбный соус обостряет все вкусовые ощущения. Конечно, он пахнет рыбой, когда сам по себе, но как только ты его куда-то добавляешь, он начинает приобретать вот этот потрясающий вкус. Понимаешь? И вот теперь, когда у тебя это все обволокло, здесь ты уже все равно смотри по моменту. После того, как ты добавишь сахар, начнет образовываться такая карамель. Столовая ложка сахара. Не обязательно в данном случае коричневый сахар. Можно и белый, обыкновенный. В принципе, вовк удобная сковородка для импровизации, наверное, на кухне, да? Очень удобная для импровизации, но и для скорости, конечно. И вот теперь самое время отправить сюда свинину. Оставить это на парочку минут. Посмотри, она прям становится вся такая карамельная. Чтобы она пропиталась. А тем временем мята и базилик. Большую горсть базилика и такую же большую горсть мяты. Вот ты знаешь, несмотря на то, что мы добавляем и мяту, и базилик, по запаху все равно мята почему-то перетягивает в свою сторону одеяло, как на сцене. Ну вот, собственно говоря, и все. Вот теперь осталось совсем несколько небольших шагов. Лайм, лук. Лайм, естественно. Сок выжимаю. Можно добавить цедру, если хочешь. Я не буду. Сок двух лаймов. Так, и зеленый лук. Зеленый лук добавляю практически в самый последний момент. Тоже такую горсточку. Так. Горсточка зеленого лука. Все перемешиваю. Ну вот и все. Готово. Так. Пока любимый едет, тебя кормлю первой. Ну и палочки, конечно. Это надо есть все палочками. Только палочками. Тогда будет по-настоящему. Прошу вас. Ох, спасибо вам. По-русски не знаю, как по-китайски. Спасибо.